здравствуйте дорогие друзья подписчики и гости канала сегодняшний видео ролик будет посвящен такой теме как обработка сада весной от болезней и вредителей защита растений с наступлением весны начинается дачный сезон начинать обработку с болезнями и вредителями нужно самой ранней весны когда деревья и кустарники еще не проснулись дело в том что растениях еще не начались процессы сокодвижения а это значит что намного меньше шансов навредить нашим растениям то же самое касается и вредителей применять препараты о которых я вам сейчас расскажу еще нужно ранней весной и это очень важно дело в том что многие садоводы не делают обработку сада ранней весной до распускания почек а это очень даже важно чтобы потом не было мучительно больно когда начнется сезон и начнут распускаться листики на деревьях кустарниках то начнется атака различных насекомых вредителей и болезней поэтому вот на этом этапе до распускания почек очень важно обработать свой сад деревья кустарники такими препаратами которые ставят перед вами это препарат дынок и препарат 30 плюс вот так вот выглядит препарат 30 плюс вот на нем даже написано препарат 30 плюс и идет весенняя обработка это очень важно про два вот этих вот препарата у меня есть отдельное видео на канале я рассказываю конкретно про препарат дынок и про препарат 30 плюс сравниваю их и ссылочка появится в правом верхнем углу либо вы можете пройти по ссылке которая будет внизу под этим видео в закрепленной теме препарат 30 плюс это довольно таки щадящие средства и пользоваться им лучше все-таки когда нет массового заражения препарат дынок или еще его называют двойной удар это препарат более сильный более серьезный более ну такой ну как сказать сильнее конечно чем препарат 30 плюс и им уже конечно обрабатывают сад когда например уже что-то в запущенном состоянии также обрабатывается до распускания почек или после опадения листвы и тем самым вы повышаете урожайность в два раза но про эти препараты как я еще раз сказала вы можете посмотреть отдельное видео есть несколько методов обработки деревьев и кустов но самым эффективным является опрыскивание обратите внимание и это должна быть уже устоявшаяся температура а не разовый оттепель посреди морозных дней вредители и патогенные микроорганизмы гибнут не все возвращаются мигрирует соседних участков разносятся ветром и так далее поэтому обработки будут и необходимы в нескольких этапов первый этап как я уже сказала это до распускания почек лично я например пользуюсь мне очень нравится вот этот препарат 30 плюс сад у нас не запущены чтобы там было какие-то сильные поражения деревьев и на самом деле у нас участок небольшой поэтому их мало но препаратом 30 плюс мы обязательно в обязательном порядке каждый год в условиях московской регионы это где-то наверное середина ну конец апреля мы начинаем обработку обращаю ваше внимание посмотрите здесь написано инсекта акарицид и овицид многие наверное спросят а что такое овицид это пестицид который предназначен для уничтожения яиц для сокращения численности яиц которые являются самой устойчивой фазы развития вредоносных насекомых и поэтому вот этот препарат 30 плюс но и дно кто же самое он действует еще на яйца естественно что когда у нас еще земля только отходит то вредителей они еще как бы не успели вылупиться из яиц они только перезимовали и поэтому здесь очень важно что вот на таком препарате написано еще и овицид потому что он будет вот по до распускания рабочих естественно работать на то чтобы погибли все вот эти яйца зимующих вредителей но еще препарат ног обратите внимание он не только от вредителей но дно к еще более борется с болезнями с такими как парша вот на яблонях грушах винограду лазуем отлично хорошо обрабатывать и очень хороший результат на самом деле дает борется склада с париозом курчавости листьев мельзию это вот на виноградях и различные там ржавчины и другие болезни там уничтожает это же еще до ног это еще и аккорицит который уничтожает лей клещей ложных щитовок медианец листа грызущих вредителей все различных клещей но то есть вот ног у него двойное действие у препарата 30 плюс это просто инсекто аккорицит и авицит 1 он еще не зря его называют двойным ударом это еще не только борьба с вредителями но и с болезнями это вот тоже учтите просто когда будете выбирать что вам необходимо и что вам важнее так сказать все дозировки прописаны у меня на сайте как все ссылочки на сайт я оставляю внизу под этим видео пожалуйста проходите смотрите читайте инструкции и при необходимости заказывайте значит что касается первой обработки как я уже сказала это идет до распускания почек вторая обработку мы делаем по зеленому конусу это стадии когда из почки только только появляются первые кончики листьев это время приходит очень быстро особенно теплой весной поэтому нужно работать быстро быстро в это время боремся с грибковыми болезнями если вы не используете препарат ног а допустим вы первую обработку сделали препаратом 30 плюс а вам нужно побороться с различными такими грибковыми болезнями как парша манилиоз и разнообразными гнилями то здесь мы уже вот можем прибегнуть к таким препаратом как строби шикарный препарат перед вами он лежит многие этот препарат знают это самый востребованный препарат реально фунгицид который работает им всего можно обработал обрабатывать два раза за сезон то есть вот ранней весной и уже потом осенью 2 обработки делаем ну 3 допускается в исключительных случаях как я уже говорила свои ирисы и другие растения вот я обрабатываю препаратом строби но еще можно максимом но препарат строби он на мой взгляд более эффективен и поэтому конечно я отдаю предпочтение строби особенно у кого и кто выращивает флоксы и многие знают что у флоксов бывает такие как оголяются стебли и нижние листья такие как ржавые на вид сухие вот тоже препарат строби для флоксов идеален также мы можем воспользоваться препаратом хом топаз актелектом скором дискором и другими и еще из насекомых конечно в это время вот ранней весной по зеленому конусу могут и нужно обрабатывать от таких вредителей как почковые клещи ну и конечно другие другие у нас есть у растений заболеваний и вредители что касается клубники сразу хочу сказать что очень эффективное средство для борьбы с клещом на клубники земляники это японские препараты карама это и канимайт их нужно обязательно чередовать и вот эти препараты особенно канимайт он еще обладает и стимулирующим действием то есть не угнетает рост вашей клубники земляники в начале весны а еще и дает сильный ростовой такой процесс тоже вот у кого есть эта проблема обратите внимание на два вот этих шикарных препарата уже проверено моими покупателями которые пишут отзывы и многие блогеры об этом рассказывают по моему совету воспользовались данными препаратами на клубники потому что клубника это такая ну на мой взгляд проблемная культура которая болеет и нематодой и клещи нападают и вот клубнику ранней весной очень нужно даже обработать но как я уже сказала препарат карама это и канимайт через каждую неделю вот эти два препарата их нужно чередовать но и у меня есть от нематоды таких два препарата как немата немата нематафагин микробы по моему он так как-то называется но вы увидите на сайте и спрей природного происхождения эко против нематоды но это готовый раствор готовый к применению тоже от нематоды производства беларусь видео распаковки у меня было про беларусь про белорусскую продукцию так сказать про то что в общем то я заказывала в польше и беларуси и вот там кто может кто захочет может посмотреть это видео что касается еще обработки сада то здесь еще сад нужно обрабатывать и во время цветения проводить обработку можно только на стадии розовый бутон то есть на первом этапе цветения когда только-только образуются бутоны на этой стадии продолжается профилактическая обработка если это необходимо от грибковых заболеваний а также от насекомых вредителей конкретные препараты я не буду прям вот сейчас называть потому что препаратов достаточно много они различного спектра действия срока ожиданий и так далее на моем сайте большое количество есть препаратов все это можно почитать и конечно же подобрать и также четвертая обработка уже идет по завязем после цветения когда цветки осыпаются на их месте остаются завязи будущих плодов это последняя стадия весенней обработки хотя в северных регионах нашей страны и этот этап может начаться уже летом на этой стадии начинается активная борьба с вредителями опрыскивать можно также различными инсектицидами акарицидами если есть в этом необходимость препараты также подбираются чередуются если есть устойчивость какому-то одному химическому классу то значит уже берем какие-то препараты другого химического класса есть у меня различные препараты от вредителей и болезней все это препараты рабочие которые работают и реально помогают при использовании их при правильных дозировках при правильных погодных условиях и при соблюдении всех вот этих вот периодов до при которых можно и нужно обрабатывать растение потому что например стробе он обрабатывается всего два раза за сезон этим препаратом нельзя проводить очень часто обработку также касается препарата актары видите она и в сухом есть в виде и в жидком потому что этот препарат он работает длительное длительное время и эффект у него до трех недель а есть такие препараты которыми нужно обработал обрабатывать раз в 10-14 дней вот когда вы покупаете или приобретаете препараты тоже смотрите как бы как их можно использовать нельзя использовать все вот эти препараты с периодичностью там в 2-3 дня ни в коем случае на каждом препарате есть инструкции и как их можно использовать есть препараты такие системные до которые применяют один раз в месяц есть контактные и так далее контактными препаратами конечно обработку нужно проводить чаще гораздо чаще также еще есть и биопрепараты это не химические препараты а препараты природного происхождения